Всем привет, вы на канале Сура Сура. Как я и обещала, сегодня я выпущу новое видео, оно будет о том, что нам ведут в большом обновлении. Снимаю всё я на китайском сервере, игра там довольно сложная, просто потому что всё время запрашивают китайские данные. Поэтому не очень советую там играть, если у вас нет китайских данных. Первое, что нам добавят в игру, это будет новый режим босс. Как он выглядит, я уже выкладываю на своём канале, но я покажу ещё раз. Выбираю я самый тяжёлый уровень, да мне просто комфортно играть на нём. Суть данного режима довольно проста, вам дают 4 клавиши, на них нужно нажимать, как только нота достигает её. Режим очень лёгкий, и если вы когда-то играли в плитки, то думаю вам не составит труда сыграть и в этот режим. Клавиши в данном режиме можно менять, их можно поменять через профиль, через основную информацию. Также можно поменять состояние между клавишами, вы можете построить так, как вам удобно. Также одна из новых функций, это будет семья, вы сможете добавить друзей себе в семью, или же друзья могут пригласить вас. Со своей семьёй вы повышаете очки семьи, и вы можете выкупить некоторые фоны, также у вас будут разблокированы за определённое количество набранных очков в рамке для аватара. Также у вас будут доступны новые семейные квесты, их нужно выполнять вместе с семьёй, за это вы получаете специальную валюту, за которую выкупаются фоны. Также за выполнение квестов вы получаете специальные предметы для повышения очков семьи. Очки семьи вам нужны для того, чтобы разблокировать новые рамки. Нам обновляет игровой профиль. Теперь мы сможем кастомизировать наш новый игровой профиль. Я не знаю, сколько будет стоить это кристаллов, но я не думаю, что это будет очень дорого. Не стоит сверять наши цены с ценами на китайском сервере, здесь вообще всё очень дорого. Добавляют нам также рамки для аватара. Они выглядят неплохо, но сейчас мы сможем их получить только благодаря семье. Теперь с помощью чаби мы можем указать, какое настроение у нас сегодня. Редактировать информацию в профиле станет намного проще, просто потому что нам теперь не нужно будет заходить в «Редактировать» и нажимать все эти кнопки «Сохранить» и так далее. В профиле будут показываться пять наших последних достижений и количество очков. Перейдём к вкладкам с правой стороны экрана. Первая вкладка – это «Информация», вторая – это «Пара». Теперь, если у пары будет найдет транспорт, то вы сможете на нём находиться вместе. Третья – это вкладка «Команды», здесь вы можете быстро вступить в команду, если у вас её ещё нет. Также здесь вы сможете увидеть лозунг вашей команды. Четвёртая вкладка – это «Подарки», здесь вы можете посмотреть, какое количество подарков вам подарили, что это за подарки и кто вам дарил. Последняя вкладка – это «Настройки», чем-либо они не отличаются от того, что у нас на данный момент, разве что будет вкладка с настройками режима ВОЗ. Обновят нам магазин «Айдолов», теперь магазин будет выглядеть у нас иначе, у нас будет сразу доступ ко всем предметам. Теперь выкуп нарядов станет намного проще, не нужно будет выжидать целыми днями, когда же наконец-то выпадет тебе нужная вещь. Остальные функции в «Айдоле» никак не поменяют, они остаются теми же. Ну, добавят нам новую функцию – путь к «Айдолу». Доступно будет три города Азии – это Китай, Япония и Корея. Здесь нужно будет проходить уровни, как бы прокладывая путь к «Айдолу». Первая локация – это будет Китай. Также мы будем покорять города Китая. Для этого нам понадобится позитивная энергия. Да, это вот эти бутылочки, которые названы не очень правильно. Наступно у нас их пять, но мы всегда можем их купить за драгоценные камни. Проходя уровни, мы будем оставлять следы в городах Азии. Нам это нужно для того, чтобы получать доступ ко мне до нарядов. Наряды, конечно же, у нас будут другие, не те, что сейчас на китайском сервере. Перейдем к прохождению. Называться все это будет прорывом уровня. Для того, чтобы начать первый, нам нужен будет пятый уровень «Айдола». Делится уровень на три этапа. Первый – это вам нужно просто куда-то сходить. Сразу пишет, какое количество времени вы знаете, что это тратите. Вот первый уровень, первый этап требует два часа. Второй этап будет точно такой же. Вам, опять-таки, нужно будет подождать какое-то время. То есть вы будете ходить куда-то на съемки, съемки в магазине, для журнала и много всего. Третьим этапом будет выступление. Там вам нужно будет показать, на что вы способны. За прохождение одного этапа вы оставляете один след. Для прохождения всего уровня, для прорыва уровня, вам нужно оставить три следа. Один уровень тратит одну бутылку позитивной энергии. Мой вам совет сейчас – это повышайте уровень «Айдола». Он вам очень понадобится для открытия новых уровней в пути к «Айдолу». Нам добавят новую вкладку «Сумки». Это недавно приобретенные, недавно полученные. Там будут предметы, что вы недавно получили. Добавят нам должны события четырех сезонов. Как это выглядит, я показать не могу. Ты сама немного не понимаешь, что это такое. Нам нужно будет охотиться за сокровищами, за сезонными сокровищами. Четыре сезона будет – это весна, лето, зима и осень, соответственно. Но, собирая эти сокровища, им вам будет доступен какой-то главный приз. Более подробно об этом событии мы узнаем уже в эту пятницу. Да, добавляют нам первую часть большого обновления уже 12 марта. То есть уже совсем скоро мы сможем поиграть в новый режим, посмотреть на наш новый профиль и посмотреть на это новое событие. Также сможем пройти путь к «Айдолу». Во второй части большого обновления уже будет яхта. Да, праздники на яхте добавят нам эту комнату. И также рыбалка. Когда выйдет вторая часть большого обновления, я сразу вам сообщу. Возможно, после большого обновления у нас будет много багов в игре, много лагов. Но это нормально. Когда вообще добавлять какие-то большие обновления в игры, это совершенно нормально. И пусть, скорее всего, отваляется на техническое обслуживание сервера. Поэтому, пожалуйста, не нужно ругаться, не нужно орать о том, что вот разработчики опять что-то не так сделали. Нет. Китайский сервер после большого обновления отправляли три раза на техническое обслуживание. Я думаю, что, возможно, где-то столько же будет пройти наш сервер, и это нормально. Главное, что не оставляют как есть, и это действительно чинят, действительно что-то пытаются сделать. Напоминаю, что это обновление выйдет уже в эту пятницу, 12 марта. Всем спасибо за просмотр. Приятной игры. Продолжение следует...